На самом деле адекватных игр на андроид не так уж и много. В основном вовсе это порты не от разработчика, а внезапно от переводчика или еще кого. Однако, привет симпатяга, закину я тебе сегодня на твой смартфончик три игрушки, в которые залип сам. На всякий случай уточню, что в футаже пишу с версии для ПК. В андроид версии может незначительно отличаться интерфейс. Файлы установки для смартфончика и версии для ПК уже в телеграм-канале для бустеров. А видос без цензуры на самом бусте. Alien on spacecraft. Хороший порт на андроид, довольно непродолжительной игры с несколькими концовками. По сюжету на отдаленной планете нашли тушку и на пришеленца, и он устроил игруша на космическом корабле, вследствие которых с него свалили все кроме спящей с похмела главной героини. Откровенно, немного неудобное управление. Кнопка insert заменяется двумя пальчиками по экрану, как в принципе в большей части игрушек на андроид, портов на андроид. Ты не всегда сможешь с первой попытки влететь в нужную дверь, придется осознать логику триггера. Однако минут за пять приноровишься. Геймплейно нужно постепенно чинить корабль, общаться со свалившим капитаном и избегать либо натыкаться специально на чужого. Хентай сценки нарисованы на среднем уровне, и если ты не любишь излишние извращения, я так мягенько скажу, то лучше не трогай эту игрушку. Концовка, как всегда, зависит от уровня развратности и пары других штук. Адвенчурер трейнера. Визуальная новелла с примесью RPG. Игра создана на основе коносубы с небольшим добавлением персонажей из других тайтлов. По крайней мере одного точно. Габриэль. За все грехи Казуми прилетает по полной и ему ставят ультиматум. Либо он чем-то занимается, чтобы выплатить долг, либо он присядет. Попутно Габриэль Рофлоради дарует ему способность, способную, сука тавтология, помочь ему в тех или иных ситуациях. Дополнительной информацией. Геймплейно возможностей зарабатывать хватает. Можно как работать настройки, прокачивая хп. Со временем работать регистратором гильдии приключенцев и рафлировать результатов. Так и выполнять квесты гильдии. Персонажи полноценно прокачиваются и боёвка вполне плавная и красивая. Особенно лично мне понравился фон. Не могу адекватно объяснить чем, но он прямо радует глаз. По крайней мере на полянах с жабами. Чё к чему эта строчка? Помимо правда увлекательного геймплея, можно выполнять побочные квесты и улучшать отношения с компаньонами и другими персонажами. Так, например, для доступа к вратам аквы необходимо по большей части выпивать с ней по вечерам в гильдии. Игра ещё находится на стадии разработки, но геймплея уже хватает на приятное времяпрепровождение. Lovecraft Poker. Пиксельная аркадка, в которой предстоит зарабатывать сердечки посредством поимки и приготовления вкусных блюд в ближайшем шкафчике с девушками. Много рассказать не получится, поскольку это аркада. Зарабатываем уровни, распространяемся на другие шкафчики, пытаемся не палиться и наслаждаемся процессом. В принципе, на этом всё. Но в загашнике у меня есть ещё. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И до связи, симпатяги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова